Как мы можем, на ваш взгляд, описать то, что происходит в Китае? Это действительно новая модель, когда экономика, развивавшаяся за счет, в первую очередь, спроса на зарубежных рынках, теперь переориентируется на внутренний рынок. Можно сказать, что китайское руководство наконец решилось озаботиться собственными гражданами. Конечно, безусловно. И Китай себе это может позволить, потому что экономика огромная. Давайте все-таки дойдем до Штатов. Сколько, на ваш взгляд, там устойчивая ситуация? Вопрос, откажется ли Соединенные Штаты Америки от этих дешевых денег. Это неизбежный вопрос, когда, это важный вопрос. Это также, на самом деле, и влияет на стоимость нефти. Это означает, в конечном счете, для нас, да, что, грубо говоря, или с сентября начнется резкий курс доллара, или с января начнется резкий курс доллара. Мы можем как-то подготовиться к этому? Пархоменко. Всем добрый вечер. Это программа «Деньги на дожде». Меня зовут Лев Пархоменко. Как всегда, в четверг вечером мы здесь обсуждаем экономику, финансы и те условия, в которых мы живем. И сегодня мы будем говорить о глобальной экономике, не столько о российской, сколько о том, что происходит вокруг. По той простой причине, что, кажется, мы как-то сами уже не очень можем повлиять на нашу экономику, и лишь, так скажем, реагируем на то, что происходит вокруг. Ну, впрочем, такова глобальная экономика, наверное, глобализированная экономика. У меня в гостях Наталья Волчкова, профессора российской экономической школы. Добрый вечер, Наталья. Спасибо, что пришли. Ну, давайте мы будем двигаться, так сказать, географически вместе с солнцем, что называется, от востока к западу. И начнем, наверное, с Китая, откуда больше всего сегодня новостей приходит, и которые, наверное, больше всего сегодня вопросов вызывают. Для начала, вообще, в целом, как мы можем, на ваш взгляд, описать то, что происходит в Китае? Это лопается пузырь, это начало рецессии, это перелом, так сказать, и переход на какие-то новые рельсы китайской экономики. И вообще, насколько мы можем это оценить, учитывая то, что действительно данных оттуда у нас зачастую не так много? Ну, я бы вот в целом описала процесс, который происходит в Китае, как структурное изменение. Полная версия доступна для подписчиков. Продолжение следует...